Да, да, это вот в таком плане, да, и еще, когда обращаются, я не говорю, там, от всех, может быть, там, и не все знают рекламные агентства, такие агентства, которые, допустим, говорят, ну, давайте мы сразу сделаем телевидение, радио, билборды и так далее. Ну, это реклама. Да, это реклама, ну, то есть это тоже, как бы, продвижение товара. Ну, да, это можно и из маркетолога сделать. Когда я задавал вопрос этим ребятам, они говорят, нет, подождите, мы сначала должны создать вот это поэтапно, значит, не надо, зачем дорогое сейчас, давайте сделаем так, потом сделаем следующее. Потом следующий шаг, это достаточно такие недорогие нормальные шаги, которые, я вот ощущаю сейчас, в данное время, они начинают потихоньку давать определенный результат. А есть, кстати, Нариман, такое направление, которое будет обучать маркетинговому продвижению? Да, что касается центра обслуживания предпринимательства, на базе данной организации мы в будущем собираемся открыть школу предпринимательства, в которых будут проводить мастер-классы, семинары, вот как раз специалисты отрасли маркетинга, франчайзинга, да, вот как уже, уже отметил Владимир, есть хорошие специалисты в каждой области, эти специалисты будут приглашены, и они будут давать бесплатные мастер-планы для предпринимателей. В принципе, это в ближайшей перспективе нами запланировано. Нариман, в начале беседы отметили, что 70 тысяч активных субъектов МСБ в Алматы. Ты, по какому направлению они двигаются, и где меньше всего активности, в каких отраслях? Что касается отраслей экономики, все мы прекрасно понимаем, что доля внутреннего регионального продукта города Алматы в доле ВВП составляет на сегодняшний день более 20%. В Алматы в большей степени представлены, это около 50%, это, конечно же, сфера торговли. После торговли больше всего наших предпринимателей заняты вопросом оказания услуг. После этого мы занимаемся транспортной логистикой, практически все финансовые институты, головные филиалы находятся в городе Алматы, поэтому не зря все употребляют эту фразу, на сегодняшний день мы считаем город Алматы финансовая столица Казахстана, да? Ну и другие отрасля экономики, такие как строительство, фармацевтика и так далее. В большей степени, конечно же, это на сегодняшний день львиную долю занимает сфера торговли и услуг. То есть, Владимир, вы в самом конкурентном разделе находитесь бизнеса? Да, самым конкурентом, правильно. У нас и наши отечественные фирмы достаточно хорошо двигаются на рынке и делают правильные шаги, я видел это. И мало того, что мы конкурируем между собой, это понятно, здорово, конкуренция, нормальные отношения, но все-таки, конечно, тут еще очень большой игрок, это российский товар, поэтому про это не нужно забывать. И, конечно же, я знаю, что и все предприниматели, и я в том числе, мы стараемся создать, мало того, что такой качественный товар, но и создать еще хорошую упаковку. То есть, мы над этим работаем. И вот я, например, недавно читал статью, и как бы немножечко, ну, как бы стало обидно за наших предпринимателей, когда наши потребители говорят, эх, казахстанцы, что ж вы не производите? Ну, дело в том, что мы стараемся это сделать, и стараемся подвести под такие евростандарты и упаковать хорошо. Ну, для этого, конечно, вот сейчас предпринимаются определенные программы, инструменты государством, чтобы, конечно... Полки сделаны в Казахстане, как они отразились на вашем бизнесе? Вы знаете, это работает, потому что я присутствую во всех сетях сейчас наших торговых сетях, сетях Казахстана, Алматы, и это действительно работает, это начинает давать определенные уже плоды. Мы это чувствуем, потому что взять сети, то там прям стоит, и уже видно, что немножечко уже процент продаж увеличивается. В этом плане это очень положительный момент. Нариман, больше любят казахстанское приобретать наши покупатели, как вы думаете? Ну, лично могу сказать, что вот как раз отметил Владимиров, на сегодняшний день вот с крупными супермаркетами, ритейлерами города Алматы заключен совместный меморандум по предоставлению свободных полок мест для казахстанской продукции, да? Но сам, как житель города Алматы, как потребитель этой же продукции, могу сказать, больше всего радует то, что вот в последнее время, когда ходишь за покупкой каких-либо товаров, твоя корзинка или тот портфель товаров, которых ты приобретаешь, отмечаешь именно казахстанскую нашу продукцию. Тем более многие академии, вот академия питания, да, часто говорят, что вот та продукция импортная имеет много побочных ингредиентов, которые влияют на здоровье организма, с учетом этого, конечно же, я пытаюсь брать продукцию отечественного производства. Это не секрет, в принципе, и не реклама. Давайте посмотрим еще один слайд, который отражает перспективы малого и среднего бизнеса в Алматы. Доля МСБ в налоговых поступлениях за последние годы выросла до 66%. В конце января в Акимате состоялась встреча с бизнесменами, где обсуждали улучшение условий для предпринимательства. Ожидается упрощение ряда процедур по строительству, управлению земельными ресурсами, подключению к электроснабжению, открытию и ликвидации предприятий, таможенных процедур, налогообложения и банкротства. То есть на ремонт нашим компаниям станет еще проще работать. И таким образом можно говорить о новой волне активности бизнеса. Да, об этом можно говорить уверенно, тем более с учетом того, что мы прекрасно видим, вот по этому же материалу, который вы предоставили, 65% из всех поступлений составляет малый и средний бизнес. В принципе, малый и средний бизнес, можно сказать, что это, и Владимир, наверное, меня в этом поддерживает, это все-таки хребет экономики Казахстана, да? И малый и средний бизнес на сегодняшний день дает очень сильную поддержку государству. И государство, в свою очередь, я думаю, всячески пытается его поддержать. Кстати, этот процент по республике, я хочу сказать, на сегодняшний день достиг 40%, поэтому те 65%, которые имеет город Алматы, это практически один из самых высоких показателей по всем областям и городам нашей республики. Поэтому, я думаю, это в первую очередь заслуга местных товаропроизводителей и местных предпринимателей. Владимир, насколько Вы оцениваете удобства, которые сейчас будут оказаны через услуги ЦОПа, и насколько госпрограммы доступны для предпринимателей, насколько они ясны? Мне можно пойти сюда, рассчитывать на такую поддержку, это принесет мне такую-то экономику, экономию средств. Вы знаете, я достаточно очень отношусь прагматично к этому пилотному проекту, сейчас как центр помощи предпринимательной. Дело в чем? Дело в том, что если будет правильно поставлена консультация предпринимателю, начинающему по налогообложению, юридическим вопросам, то я думаю, это возрастут и опять же возвращение налогов в государство, оплата налогов в государство. Почему? Потому что люди будут знать, как работать, будут правильно создавать продукт, будут правильно просчитывать стоимость продукта, это очень важно. Если будут такие консультации предоставлены, я думаю, через какое-то время это даст очень хороший толчок. Я чувствую, я вижу, и тем более такие инструменты, такие программы, это достаточно серьезные программы, которые сейчас начнут работать для малого и среднего бизнеса. Это, я считаю, очень будет хорошо, замечательно. И даст очень хороший результат, я уверен в этом. Нариман, а как подготовлен персонал, который работает в ЦОПе? Да, действительно. Что касается персонала, то при подборе кадров, при проведении кадровой политики, приема на работу, руководство придерживалось того критерия, что если человек оказывает какую-либо услугу в какой-либо сфере, он эту сферу должен знать сам на хорошо. Вот, к примеру, что касается сдачи бухгалтерских отчетов и так далее, то здесь, конечно, мы привлекли на работу специалиста, которая сама работала в этой сфере и знает эту работу, которая может оказать полноценную, мы будем говорить, профессиональную консультацию, с учетом того, чтобы этот предприниматель получил полный пакет интересующих его вопросов. Владимир, у нас остается 3-4 минуты до конца эфира. Что Вы пожелаете работникам ЦОПа и Нариману, который контролирует это направление, ну так или иначе, чтобы удобно для предпринимателей? Ну, я только пожелаю, конечно, успехов, и чтобы в этом было большое продвижение, и все, чтобы было на благо нашего государства. Нариман, различные программы, и ЦОП уже открылся, и различные программы поддержки бизнеса, инструменты финансирования есть. Насколько все это может подтолкнуть к развитию? То есть, какого роста у субъектов МСБ мы можем ожидать примерно в этом году? Потому что до 30-го года президент призывал в два раза увеличить количество МСБ в стране. Что касается вопросов, в последнем послании главы государства, стратегии 2050 вообще поставлена задача, да? Достичь валового, получается, чтобы несырьевой сектор во внутриваловом продукте достиг более 50%. Я думаю, что эта задача на сегодняшний день, для выполнения этой задачи принято много программ, и эти программы, каждая по-своему в своей отрасли способствуют данному увеличению. В принципе, мы знаем, что город Алматы динамично ежегодно развоевается с ростом в 6-7%. На сегодняшний год, за прошедший 2014 год, внутрирегиональный продукт превысил 8 триллионов тенге. Я думаю, что это очень хороший показатель. Практически каждой пятой тенге, которая поступает в бюджет государства, республики, поступает из города Алматы. Поэтому я думаю, что в городе Алматы все эти программы на сегодняшний день, может быть, и с замечаниями, но реализуются на хорошо. Спасибо, Нариман, за участие. Успехов вам в работе. Владимир, вам успехов в бизнесе и дальнейшего процветания, что вы купили свое оборудование. Нариман даст нам консультацию после эфира. До свидания. Успехов вам. До свидания. Даже в самых сложных условиях Алматы дает хорошие результаты. За минувший год объем розничной торговли вырос на 15%, а товарооборот более чем на 9%. В мегаполисе разработан антикризисный план, где определены несколько точек роста экономики. Среди них поддержка бизнеса, привлечение инвестиций и максимально эффективное использование бюджетных денег. Это был реальный сектор с Магомедом Аслахановым. Тема обсуждали с руководителем отдела экономического анализа Палаты предпринимателей Алматы Нариманом Абельшаиковым и директором компании «Меркурий» Владимиром Рык. Берегите время, оно все расставит по своим местам. Скоро увидимся.